Страдают ли восточно-германские предприятия от антироссийских санкций? Кристоф Рихтер Деушландфунк, Германия 28 апреля 2018 года Это актуальная проблема, и состоит она в том, что мы в настоящий момент не можем поставлять продукцию в некоторые сегменты рынка, которые из-за санкций стали для нас недоступны, сказал недавно Маттиас Пауш, генеральный директор фирмы Вакома Индустрии Сунтмег Древи ГМБХ, занимающийся производством насосов и коробок передач. В Магдебурге давно существует предприятие, которое 90% своей продукции, на протяжении десятилетий, поставляло сначала в Советский Союз, а затем в Россию. Из-за санкций Евросоюза оно столкнулось с серьезными трудностями и объявило о начале процедуры банкротства. Но в 2017 году оно было спасено одним инвестором, и в результате 35 сотрудников сохранили рабочие места. Если бы российский рынок вновь стал для нас доступен и в полном объеме, мы могли бы увеличить наши обороты на 30-50%, и создали бы здесь от 5 до 10 дополнительных рабочих мест. Отметил Пауш. Премьер-министры некоторых восточно-германских земель в этом месте, вероятно, активно закивали бы головами. В необычном составе, но тем не менее единодушны многие главы восточно-германских земель недавно потребовали отказаться от антироссийских санкций. Среди них глава Тюринги Бода Рамелов, Бода Рамелов, из партии Левые, Мануэл Ишвизик, Мануэл Ищусик, премьер-министр земли Мекленбург-Переднее Померание и член СДПГ, а также Райнер Хазилов, Рейни Рассилов, премьер-министр земли Саксония Анхальд и член ХДС. Санкции не принесли никакого результата, сказал недавно Хазилов. За исключением того, что мы получили проблемы как раз с восточно-германскими фирмами, тогда как торговля природным газом и нефтью осуществляется в нормальном режиме. А если нет результата, то нужно спросить себя, не следует ли предпринять какие-то дополнительные усилия в политике и найти новые пути, говорит он. Увеличение экспорта на 10% это те требования, к которым не может присоединиться Восточноевропейская Ассоциация Немецкой Экономики, Астиура Паверия Индерди Ущен-Мирщафт. По словам ее исполнительного директора Уты Кахловски-Каджая, Ути Качлоуски-Кадьяя, экономические отношения вновь находятся на уровне 2014 года, а экономические последствия не связаны с санкциями. Принципиальные проблемы в немецко-российских отношениях были вызваны российской экономической рецессией, снижением цен на нефть и падением курса рубля, тогда как обусловленные санкциями экономические ограничения в торговле были относительно незначительными, отметила она. Вот цифры на примере земли Саксония-Анхальд. Что касается экономических отношений, то Россия находится на 14 месте. В 2016 году предприятия из этой федеральной земли экспортировали товары в Россию на сумму 300 миллионов евро, в 2017 – на сумму 341 миллион евро, и это означает увеличение более чем на 10%. Однако намного более важными партнерами являются Великобритания или Голландия, утверждает в Магдебургском министерстве экономики. А что касается Польши, речь идет о максимальных показателях. То туда было экспортировано товаров на сумму 1,5 миллиарда евро. Слова эксперта в области экономики Кахловский Каджа о том, что предприятия из федеральной земли Саксония-Анхальд делали ставку преимущественно на российские рынки, оспаривает специалист по внешней торговле Андреас Керцик. Андреас Керзик – из торгово-промышленной палаты Магдебурга. Вполне может быть, что одно или несколько предприятий немного пострадали. Однако в данном случае не следует обобщать, подчеркнул он. У членов ХДС в Саксонии-Анхальд единства нет на большой федеральной политической сцене премьер-министра из восточно-германских земель. Похоже, вновь делают ставку скорее на тихую дипломатию в вопросе об антироссийских санкциях. Во время недавней встречи глав правительств восточно-германских земель с федеральным канцлером Ангелой Меркель, состоявшейся на этой неделе в расположенном в земле Саксония-Анхальд городе Батшмидеберге, эта тема просто не была затронута. Вероятно, чтобы не нарушить гармонию. И в партиях ХДС земли Саксония-Анхальд по вопросу об антироссийских санкциях уже давно нет единства. Нужно настаивать на выполнении соглашений Минск-2, только после этого можно вообще говорить о снятии санкций, отметил Кристоф Бергнер. Чистоп Бергнер, бывший депутат Бундестага от партии ХДС и бывший премьер-министр земли Саксония-Анхальд. Он откровенно критикует нынешнего главу земельного правительства Хазелова по этому пункту и напоминает о последствиях конфликта на Украине, за последние три года там погибли 10 тысяч человек. И Европа должна выступать за то, чтобы там произошло примирение и восстановилась стабильность. Бергнер предостерегает от односторонней немецкой и особенно от односторонней восточно-германской позиции по вопросу о снятии санкций. По его мнению, этого не следует делать еще и потому, что в таком случае партнеры по Евросоюзу, особенно Прибалтика и Польша, почувствуют себя обманутыми. «Мы несем ответственность и не должны от нее отказываться», – подчеркнул он. Отсутствие единства между Восточной Германией и Западной Германией что касается ведущих восточно-германских политиков, то по вопросу о России в их рядах согласия нет. Так, например, Вальфганг Тиофензи. Вальфганг Тиофензи, министр экономики Тюринга и член СДПГ, предостерегает от подрыва с немецкой стороны европейской позиции по вопросу о санкциях. «Мы придаем большое значение тому, чтобы оставаться в европейском караване, и я не разделяю мнение тех людей, которые считают, что какое-то государство, и не обязательно Германия, может выпасть из этого каравана», – подчеркнул он. «Инициатива должна исходить от России», – в один голос говорят министр экономики из восточных земель. В том числе и министр экономики земли Саксония Анхальд Арним Виллингман, Армин Виллингман, который не во всем согласен с главой своего правительства. Экономические санкции – это не столько драматичная тема экономических последствий, сколько интерпретации внешней политики. Решение состоит в следующем. Нужно договориться о стандартах того, как государства должны вести себя друг с другом, чтобы не нарушались границы. На подобные вещи должны обращать свое внимание министры экономики, поскольку речь идет о важных основах успешной экономики, и прежде всего успешной экспортной экономики. И тем не менее в дискуссии по поводу снятия антироссийских санкций нет никакого единства между Восточной Германией и Западной Германией. Однако, именно так может быть интерпретирован призыв министров экономики восточных земель. Хазелов и компания должны действовать в этом вопросе значительно более тонко.